Он 15 уже давно выдержал, уже передержал, и аж писта только начал разбываться. Поэтому умение переводить эти моменты очень важно. Мы с вами сказали, что единицы измерения давления, обычно единицы измерения обозначаются вот так, то есть они обычно равны. Это либо одна атмосфера, это физическая атмосфера. Одна физическая атмосфера равна точно если 101,325 паскалей. Приблизительно округляют, можно сказать, что это 100 тысяч паскалей. 100 тысяч паскалей, если вот эту тысячу взять, что мы знаем из килограммов? Это 100 килопаскалей. 100 килопаскалей, если точно 100 килопаскалей, это 1 бар. Одна физическая атмосфера также равна 760 миллиметров ртутного столба. По-русски пишут миллиметры, РТ, СТ. Либо еще пишут, можно, чтобы покороче, латиница, ММ. И ртуть обозначается вот так, латиница. Есть понятие физической атмосферы, которой больше всего мы пользуемся, скажем так, у нас. И как она с нами связана? Она обозначается АТ, просто без М. Это физическая атмосфера. Она равна 735 миллиметров ртутного столба. Она же равна, на атмосферах равна 1 килограмм сила на сантиметр квадратный. Чаще всего, которые используются у нас в манометрах технических, вы видите единицы измерения килограмм сила на сантиметр квадратный. Это то же самое, что одна техническая атмосфера. Видите, что одна техническая и одна физическая атмосфера между собой немножко отличаются. Значит, одна, если посчитать, разделить, то одна физическая атмосфера равна 1,033 технические атмосферы АТ. То есть, в такое количество раз больше. Следующая. Следующая. Это много выводов, но мы сейчас приближены, которые будут к вам. Это можно удалять здесь, в эту сторону. Пока вы переписываете. Понятно. Потом далее. Один мегапаскаль. Один мегапаскаль. Что он означает? Приставка мега – это миллион. Что он означает? Значит, миллион паскалей. Так, силён паскалей. Если мы возьмём, например, напишем, что одна атмосфера, то на 100 кг паскалей, ещё раз перепишем. Равна приблизительно 100 кг паскалей. Сколько это мегапаскалей? 0. 0,1. То есть, если взять ещё сюда на 1000 разделить, будет равен 0,1 мегапаскаль. Понятно. Основные выводы, которые манометры, в которых единицах у вас измеряются. Это килограмм силы на сантиметр квадратный. Мегапаскаль. Килопаскаль. Это основные единицы, которые нужно уметь переводить. Кило – это 1000 паскалей. Мегапаскаль. Килограмм силы на сантиметр квадратный. Значит, одна атмосфера. Равна приблизительно, нам для работы не нужны точные переводы плюс-минус. Равна одной технической атмосфере. Приблизительно равно 1 бар, если вдруг где-то встретится. Приблизительно равно 1 кг сила на сантиметр квадратный. Приблизительно равно 0,1 мегапаскаля. Так. Приблизительно равно… Дальше пишем. 100 килопаскалей. 100 килопаскалей. А еще… Приблизительно равно. плюс-минус до можем очень приблизительно старым 760 миллиметров ртутного столба либо 735 потому что когда мы хотим переводить это в это разница такая это все приблизительно на можем если где увидите приблизительно и приблизительно равно еще если вводный столб переведен сколько одна атмосфера сколько у нас толст 10 метров сколько миллиметров 10 но не будем в метрах больше может дать 10 метров водного столба вот это основное что вам надо более-менее знать если кому интересно это полезно запомнить уметь переводить сейчас мы рассмотрим давайте откуда взялись вообще понятие 760 миллиметров ртутного столба почему это такое что это за цифра чтобы кому интересно из истории и дальше рассмотрим еще сосуд с давлением для чего нам нужно знать что это метры водного столба почему нам нельзя ограничиться только вот этим понимание значит когда-то семнадцатом веке такой итальянский физика старичели привел такой опыт взял емкость где была залита ртуть полотнице гидра герум такое обозначение опустил в эту емкость с ртутью трубочку опустошенную без ничего так вот через время нижу внизу открыто сверху запаяно это все было на при атмосферном давлении представьте на столе то через время это ртуть запомнил заполнила эту трубочку поднялась по ней заполнила и остановилась где-то здесь вот высота высота вот это от уровня ртути до уровня на который поднялась этот столбик было семьсот шестьдесят миллиметров он проводил эксперимент с ртутью потому что тут очень тяжелая она практически где-то семь восемь раз тяжелее воды для того чтобы произвести этот опыт с водой на сколько поднимать по водам на сколько разница 10 метров как мы говорим если ртуть на семьсот шестьдесят миллиметров это вот она поднялась а 10 метров это нужен эксперимент какой то есть это нам надо какой четырехэтажный дом построить экспериментальную такую установку четырехэтажный дом когда-то такой эксперимент проводил другой физик когда взял почку налил и заполнил водой взял поднялся на 10 метров взял маленький капиллярчик сюда залил стакан воды стакан воды были ничего не произошло когда поднялся наверх и залил стакан воды через этот капиллярчик а у бочка была заполнена так и вот она лопну чем потому что он создал дополнительное давление этот столб лучше когда отсюда заливаешь но распределяется он не создается а когда заливаешь сверху создался дополнительное давление в бочке одна атмосфера которая выше той атмосферы которые и бочку только лишь из-за стаба же это откуда для листья 160 миллиметров ртушного столба или стоит понятно теперь немножко то что будет полезно но скажем так надо знать многие знают в рамках лекции это все равно надо что если мы еще раз возвращаемся к нашей земле берем рисуем эверест и берем где-то здесь в тихом океане вы знаете да самое глубокое место значит одиннадцать килограмм глубина грубо говоря это высота порядка 88 километров 848 значит давление мы хотим определить здесь и вот здесь и вот здесь давление здесь равно мы говорим одна атмосфера до если в атмосферах предположить давление здесь грубо говоря 1 3 пускай 0 3 пускай 0 25 если если точно 250 округлим 0 3 пускай мы понимаем сюда здесь какое давление будет кто скажет здесь 1 1 1 2 пускай даже больше в воздухе брать это там было бы 2 пускай сейчас то все правильно 1100 1100 атмосфер все правищество представьте здесь мы поднялись грубо на дереве да здесь разница два километра вниз и здесь 1100 а здесь всего лишь 0 3 упала на 0 7 атмосфера здесь 1100 потому что мы видим что воздух конечно намного вода создают большое давление поэтому когда мы берем какой-то сосуд мы изучаем тем так работаем сосудом и мы должны определять и уметь определять какое давление то мы не должны забывать за столб жидкости если мы имеем какой-то сосуд заполненный водой если он без воды мы здесь набрали какое-то давление одну атмосферу так есть то это давление распространяется согласно закону паскаля на все точки одинаково какой точке не возьмете это давление во всех точках этого сосуда будет одинаково полностью а если вы его заполните еще водой этот сосуд здесь будет готовыми и давление здесь будет 1 атмосфера выше уровня жидкости везде будет 1 атмосфера а ниже уровня жидкости давление увеличивается за счет того что еще нужно на провести нижнюю точку к этой одной атмосфере нужно прибавить еще высота столба зная высоту столба и видишь что 10 метров столба воды это равна 1 атмосфера если здесь будет 20 метров столба воды то тогда давление здесь будет равно 1 атмосфера плюс сколько плюс 2 атмосфер будет равно 3 атмосферы причем я скажу что это давление абсолютно правильно сказал неправильно сказал это давление избыточное а еще для того чтобы нам получить абсолютно нам надо прибавить давление одну атмосферу атмосферного давления и давление абсолютное целом в конце мы можем сказать равно 4 атмосферы в этой точке понятно сосуд закрыт сосуд закрыт потому что представьте что мы работаем в этой атмосфере постоянно в это давление не чувствуете поэтому если сейчас например эту комнату полностью там так изолировать включить вакуум-насос и откачивать отсюда воздух то что произойдет правильно огни потому что внутри есть давление которое он противодействует этому если снаружи убрать поэтому всегда есть компенсации мы этого не чувствуем потому что внутреннее давление совпадает внешне поэтому мы не должны забывать никогда за столб жидкости мы должны знать что давление газа передается во все точки одинаково полностью во всех точках сосудов а если появляется жидкость мы должны прибавить этот столб жидкости причем если эта жидкость вода в это 10 метров водного стопа то есть это здесь было написано лета ртуть я сказал что это 20 метров ртуть и на литр какое здесь было бы давление то надо было бы взять что перевести вот это это было бы уже не 4 атмосферы намного больше может кто почитается это понятно вопросы у меня вопрос так вот если сосуд полностью замкнут и он наружное давление то есть тоже пропускается он не пропускает но если мы хотим учитывать его и сказать что полное давление абсолютно закачал через полное давление абсолютно мы должны в любом случае прибавить одну перевести в абсолютно давление так ну на этом в общем то основные выводы нам понятно что чем измеряется давление как переводить абсолютные значения в избыточный и что такое вакуум чем измеряется давление основные приборы кипятом это отдельная еще тема почему именно взялось понятие избыточного давления как переводить водный столб это и что сосуде имеющим определенный уровень всегда нужно не забывать об этом уровне и учитывать на какой высоте мы находимся если в ртутном столбе будет 26 315 заполняет всю весь объем конденсатора до верха эти трубопроводы вот это и есть газовая подушка весь газовый объем всех газов аммиака co2 паров воды которые есть над данным раствором которые выделились в результате того что этот раствор кипит из-за того что мы поддерживаем высокое давление температуру высходит до 160 градусов и то есть газовая подушка она не здесь находится и здесь не здесь это весь объем вот это газов которые выделились для чего она нужна это мы отсудим потом я думаю для того чтобы компенсировать и не залить конденсатор если мы понизим температуру что у нас колон начинает передавливать уровень начнет расти что нам не нужно если мы хотим выдавить обратно это все нам нужно поддержать газовую подушку что газовая подушка может быть и здесь конечно но на мою здесь не надо держать когда уровень здесь мы поэтому поднимаем высоко пар 4 создаем температуру опускаем давление в синтезе потому что карбомат рабома начинает теперь с контактова температура 150 градусов и давление 80 атмосфер поэтому нужно как можно выше температура 160 выше 150 и как можно ниже опустить давление чтобы отсюда легко вы выделились газы и смогли передавить эту жидкость талону и мы здесь имели где-то уровень внизу а здесь имели газовую подушку понятно есть вопросы по этой части да мы говорили о том что в работе у нас выход газовой жидкой фазы 170 градусов условно если мы резко прекратим обратную сторону мы с температурой 160 это все